И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Это небольшой отрывок из беседы, которая произошла у нашего Господа Иисуса Христа с Никодимом. С учителем Израиля, когда тот пришел ночью к Иисусу и хотел узнать больше о том учении, которое принес Иисус, о Нем самом, о всем том, что Иисус делает и как надо поступать с Его точки зрения. Иисус очень неожиданно беседует с Никодимом. Он не столько отвечает на его вопросы, сколько предлагает ему свою программу изложения материала. И в этой беседе он обращается к очень известным для Никодима историям. Он вспоминает о тех событиях, которые очень дороги для любого еврея, очень дороги были, особенно в те времена, для всех учителей израильских. Вспоминает историю исхода, исхода израильского народа из египетского рабства. Это история, которую каждый ребенок в израильском народе хорошо знал, и которая служила очень большим благословением для того, чтобы понять действия Божьи. Эта история очень часто служила прообразным изложением очень важных духовных истин. И это относится, собственно, и к нам. И в наше время, когда мы читаем Ветхий Завет, читаем историю евреев, которые выходили из Египта, путешествовали, пришли в Канаан, приходили туда, в эту землю обетованную, мы тоже извлекаем очень много уроков. И апостол так и говорит о том, что это были образы для нас, чтобы мы с вами чему-то научились. Иисус вспоминает об этой истории, и эта история действительно многому учит. Он говорит о том, что народ израильский вышел из земли рабства. Народ шел в землю, которую Бог обещал этому народу. Это было очень важно для всех евреев, земля обетованная, земля, которая обещана Богом. Это предел мечты, это самый верх желаний был для всех евреев. Ну, а путь из земли рабства в землю обетованную, этот путь был, оказывается, очень долгим. Собственно, вы, наверное, хорошо знаете, читали много раз эти истории, слышали об этих всех историях. Начинается эта история с того, что народ израильский, сначала придя в Египет как просто пришельцы, как гости, получившие самые лучшие места в Египте, очень скоро оказываются рабами, и примерно через 430 лет они уже стинают, невыносимое рабство становится. И Господь выходит на помощь, Он говорит о том, что Он выведет этот народ, и выводит необычным, чудесным образом, демонстрируя силу свою, демонстрируя, что нет никаких препятствий для Бога. Народ вышел, можно только представить себе, какую радость они испытывали, какое вдохновение, какой подъем духовный. Они вышли из рабства, вот впереди уже где-то маячит эта земля. Они идут почему-то не коротким путем. Путь, собственно, из Египта в Палестину, вот в землю, которую Бог назначил им, этот путь, в общем-то, даже для такого множества народа, с детьми, со скотом, с палатками, со всем имуществом, ну, мог занять несколько месяцев, может быть, 3-4 месяца от силы, ну, максимум, может быть, полгода, если не спеша уже идти. Но для этого народа оказался путь очень длинным. Они шли 40 лет. Люди рождались, умирали, росли в этой пустыне. Они жили в пустыне, как в доме. Это очень трудный путь, и вы хорошо знаете, почему так случилось. Как только народ вышел из земли египетской, они пришли сначала к Синаю. Бог сразу повел их немножко в сторону, не самым коротким путем вдоль Средиземного моря, а повел немножко вглубь, в пустыню. И там, около горы Синай, они установили, приняли завет от Бога. Этот вообще путь во многом отражает, или символизирует, или указывает, или прообразно представляет. Путь, который ведет в небесное Канаан, каждый из нас, и весь народ Божий, вся Церковь Христова. Мы тоже идем, собственно, аналогичным путем. Мы тоже выходим из земли рабства, из состояния, когда человек находится в полном подчинении греха, когда он не знает Бога. Что-то слышал о Боге, как, собственно, евреи в Египте, что-то знали, конечно, о Боге своих отцов, но реального общения со своим Богом они не имели. Они не знали, как ему подчиняться, как повиноваться Богу, какие получать от него милости, благословения. Так, собственно, живут люди и сегодня в этом мире. Но когда Бог касается, когда Бог проявляет свою силу, человек выходит из этого рабства греха, выходит и начинает путь Царства Небесное. Как хорошо было бы, чтобы этот путь был короткий. Я очень часто говорю об этом, думаю об этом, что если бы мы за несколько месяцев попадали в Царство Небесное, не знаю, всем ли бы это понравилось, но я думаю, что тот, который действительно понимает, что такое Царство Небесное, тот бы с радостью согласился на такой короткий путь. Но Господь не ведет нас коротким путем. Он ведет нас достаточно длинным путем, через Синай, где мы заключаем завет с Богом. Для нас это водное крещение, тот момент, когда мы окончательно говорим Господу, когда мы уже не просто вышли из мира, когда мы уже созрели к тому, чтобы начинать серьезный духовный путь. Как и израильский народ, собственно, выйдя только из Египта, он еще не готов был стать настоящим народом Божьим. Но тогда, когда появился закон, когда появилось понятие о Боге, когда они уже узнали Бога достаточно близко, вот с этого времени, собственно, они стали по-настоящему народом Божьим. Именно там, у Синая. Но и с этого момента путь не пошел самым такой короткой дистанцией. Они почему-то очень долго ходят вокруг этой горы, по пустыне. И причина уже не в том, что Бог хочет что-то новое сказать этим людям, а причина в том, что это люди, которые должны были вырасти в вере, должны были что-то осознать и изменить в себе. Народ, который должен был стать глубоко доверяющим Богу. С самого начала, когда Бог говорит, идите, вот у вас земля рядом с вами, пожалуйста. Они посылают разведчиков, разведчики рассказывают, что так прекрасно в этой земле, но там много неприятностей, много трудностей, и народ возраптал. Зачем нам идти в эту землю? Мы лучше назад вернемся, спокойной жизни. И за этот ропот, за вот эту неготовность, которую они продемонстрировали, им пришлось еще почти 40 лет ходить по пустыне. В этой пути много очень интересных моментов Иисус Христос в беседе с Никодимом указал на один только случай из того длинного пути. Он рассказывает, напоминает Никодиму об известной истории, когда уже много лет прошло, 38 лет народ блуждает по пустыне. Это невероятно долго, 38 лет. Люди уже как-то и привыкли, и научились жить в этих страшных условиях, невыносимых условиях. Но 38 лет привели еще не только к тому, что они чему-то научились, а к тому, что они опять начинают проявлять недовольство. И Иисус напоминает, что вот в этот как раз период, когда они уже так близко к земле ханаанской, когда они уже близко к цели, в этот период снова начинает народ проявлять ропот. И он вспоминает о событиях, которые описаны в книге чисел. В 21 главе книги чисел написано, 5 стих, «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе наше противило это негодная пища. Нет ни хлеба, ни воды». Ну, это правда, действительно не было. Вы знаете, что Бог в течение этих 38 лет питал их манной небесной. Каждое утро, как только роса сходила, на земле появлялась манна. Можно было собрать эту манну, и было указано, сколько надо было собирать этой манны. И эта манна, как хлеб небесный, была вполне достаточна для того, чтобы человека поддерживать, питать его. Бог ведь точно знает, что необходимо в моей плоти, какой набор минералов, какой набор витаминов мне надо. Все было в этой манне. Но народ говорит, «Надоела душе нашей эта негодная пища». Подумайте, только манна небесная, они называют негодная пища. Я думаю, что это очень похоже и на нас. Не будем только вспоминать об израильском народе. Мы тоже, когда идем вот этим путем нашей жизни, путем к небу, к небесному ханаану, мы устаем. Бог постоянно дает нам поддержку. Божья благодать действует каждый день. Бог снова и снова обновляет свою благодать, дает нам подкрепление, не только как всем людям, но еще и особую благодать, как чадам своим. Защищает, охраняет. Но очень часто у нас начинаются ропоты. Мы говорим, «Господи, ну не могу больше, надоело мне больше так жить». Мы начинаем негодовать на благодать, потому что возникает привычка к благодати. У рижайского народа была привычка к манне. Ну, может быть, по-человечески я могу это понять, 38 лет есть одну и ту же пищу, но, наверное, это действительно очень будет привычно. И уже захочется чего-то другого. Хотя пища идеальная. Во всех отношениях идеальная. Они называют ее негодная пища. Но для того, чтобы мы не привыкали к благодати, нам тоже необходимо что-то делать. Мы тоже иногда привыкаем к тому, что Бог оберегает, охраняет нас. И уже перестаем ценить, перестаем благодарить Бога за это, перестаем воздавать Ему хвалу за каждый прожитый день, за то, что я еще один день прожил. Кажется, ну, это нормально, еще один день прожил. Ну, все время так происходит. На самом деле, это милость Божья, это благодать Божья. Это Его любовь к нам, что Он еще простирает руку свою и дает нам так много милости своей. Мы перестаем ценить эту милость и начинаем роптать. И вот в ответ на этот ропот израильскому народу были посланы змеи. Появилось вдруг невероятно большое количество змей, которые вползали в шатры, были на дороге, и где бы там израильтяне ни шли, они то наступали на эту змею, то змея так как-то вкрадчиво выползала из расселены, обвивала ногу, кусала человека, и люди умирали. Яд этих змей был ядовит. Яд приводил к смерти. Собственно, это было в каком-то смысле наказание. Это было действие Божие, когда Он допустил, Он снял руку свою, то Он охранял этот народ, оберегал у них там, и пища была, и одежда не ветшала, и обувь не истиралась. Все эти годы было хорошо, пока Господь был с ними. Как только начинается робот, он убирает свою руку от них, и начинаются неприятности, начинаются трудности в их жизни. Смерть приходит в их жизни. Собственно, змеи – это прообраз греха. Тогда, когда мы начинаем роптать на Бога, когда мы начинаем проявлять недовольство, Бог очень часто снимает свою охраняющую руку, и грех начинает жалить нас. Это очень ядовитые уколы. Грех жалит смертельно, и от него нет никаких шансов избавиться. Нет ничего, что могло бы спасти от греха. Этот грех размножается, как змей. Этот грех незаметен, как змей. Он тихонечко как-то выползает и входит в нашу жизнь, и даже в жизнь тех, которые уже начали путь из Египта в Ханал. Идут этим путем. И все равно, очень часто, забывая о милости Божьей, забывая о Его любви, мы сами вызываем на себя вот этот огонь греха. И грех жалит, грех кусает, грех приводит к смерти. И для того, чтобы освободиться, люди там, в этой пустыне, начали взывать к Богу, взывать к Моисею. Моисей, сделай что-то, обратись к Богу, помолись за нас. Моисей действительно обращается к Богу, и Бог действует очень странно. Вместо того, чтобы убрать всех этих змей, ну, ведь он же мог создать слово, и все змеи бы исчезли сразу. Вместо того, чтобы сказать, скажем, Моисею, ну, возьми какую-нибудь змею за хвост, она станет там палкой, и все змеи исчезнут. Так, тысяча способов есть у Бога, как бы он мог мгновенно избавить весь этот народ, всю эту местность от всех ядовитых змей. Бог этого не делает. Бог оставляет змей. Но он дает противоядие. В нашей христианской жизни, когда мы идем за Богом, и грех начинает вползать, может быть, тихо и незаметно в нашу жизнь, мы начинаем молиться, вопить к Богу, просить, Господи, останови, я не хочу грешить. Но в этот момент Бог почему-то не устраняет грех полностью. Он дает противоядие. Он дает возможность нам самим избавиться от этого греха. Каким образом? Не просто своим умствованием, своей силой. Я думаю, что в народе израильском в это время, когда они шли, были очень умные люди, были свои ученые, которые предлагали Моисею проекты «Как избавиться от змей». Кто-то говорил, «Давайте будем исследовать яд этих змей, найдем противоядие, чтобы избавиться от этих укусов». Может быть, кто-то говорил, «Давайте построим стены, сделаем какие-то специальные укрепления, чтобы змеи не проползали». Может быть, были какие-то люди, которые там говорили, «Духовным образом давайте избавляться, заклинания будем произносить, будем что-то делать, чтобы змеи не кусали». Бесполезно. Никакие человеческие методы, никакие проекты, которые мы строим против греха, не действуют. Можно немножко там придержать этих змей, если построить какие-то стены вокруг своего шатра. Может быть, можно найти какие-то противоядия, которые немножко ослабят укус змеи. Но полностью избавиться от греха невозможно никаким способом. Есть только один единственный способ, который предлагает сам Бог. А способ этот очень странный и какой-то, ну, совершенно непонятный для человека. Это не просто эликсир, который возьмите, выпейте, и вот будет вам хорошо. А способ этот выглядит так. Моисею было сказано, «Поставим на древе медного змея изображение того же змея, который ползает вокруг». Поставим вот на этом древе, что где-то посреди лагеря стояло, это видно было со всех концов стана. И как только кого-то укусит змея, надо просто посмотреть на этого медного змея, и все. Ну, я думаю, что были, наверное, умники, которые говорили, ну, так это же не может быть. Ну, это же глупо. Когда тебя змея укусит, надо яд выдавливать прежде всего из ранки. Да надо заботиться о том, чтобы я дальше не распространялся. Чего я буду смотреть куда-то на какого-то медного змея? Неразумный способ, абсолютно неразумный. Но это способ, который предложил Бог. И это способ, который единственно работал. И это способ, который надо было поверить. Тогда, когда человек верил, что вот таким, ну, каким-то нестандартным, неправильным, с такой рациональной точки зрения, методом, можно получить избавление от укуса, если он верил в это, то тогда способ, оказывается, действовал. Очень простой, очень необычный, но действенный метод был предложен для израильского народа. Собственно, Иисус Христос использует этот случай для того, чтобы объяснить то, что Он должен был сделать здесь на земле, и то, что Он сделал, тогда, когда совершил свой крестный подвиг. Он говорит, когда вознесен будет Сын человеческий, вот тогда наступит возможность избавления от греха. Причем тоже, очень интересно, вознесен. Он использует именно это слово, которое как бы указывает на движение вверх. Вознесен не просто там в небо Он вознесется, а вознесен именно на шесте, на кресте, на деревянном столбе. Он вознесен будет так, так, чтобы видно было всем. И, собственно, до сегодняшнего дня Голгофа видна всему человечеству. Все эти две тысячи лет люди говорят об этой Голгофе, смотрят на нее, не физически, конечно, но они видят, постоянно видят Голгофу, они видят висящего на кресте Иисуса Христа. И он говорит, что, вот как змею когда-то, медного, вознесли на этом шесте, и вот этот необычный способ давал спасение. Вот точно так Сын Человеческий, так Он говорил о себе, будет вознесен на крест, и взгляд на Иисуса Христа, висящего на кресте, будет спасать от греха. Я думаю, что для Никодима это тоже было совершенно немыслимым. Это непонятно было. Почему взгляд на крест, на распятого, может спасать? Да и почему вообще таким необычным способом, Господь устраивает спасение. Почему именно змеи должен был быть вознесен, когда вокруг столько змей? Разве недостаточно? Можно было бы какой-то другой символ изобразить на этом шесте. Но Господь прообразно указывал именно на то, что должен был сделать Иисус. А Он должен был стать как обычный человек, как грешник, воплотиться в человеческую плоть. Более того, Он должен был там, вися на кресте, взять на себя грех всего мира, стать вот этим совокупным грехом. Так же, как медный змей, который висел там на шесте среди народа израильского, отражал как бы ситуацию этих всех змеев, которые ползали по пустыне вокруг народа. Точно так Иисус, висящий на кресте, взял на себя, как сегодня мы слышали, тонны, конечно, это не тонны, это там мегатонны, я не знаю, сколько там этих, невероятное количество, весь грех человечества взял на себя, и Он, как грех, должен был умереть. Господь использует какой-то очень, я бы сказал, изящный, очень красивый метод, хотя этот метод оказался очень тяжелым, но метод борьбы с грехом не просто своим словом. Конечно, у Бога достаточно власти было просто запретить грех, который сегодня существует на земле. Тогда, когда мы, как христиане, взываем, Господи, освободи меня от этих влечений, освободи меня от страсти какой-то, освободи меня от согрешения, Бог, конечно, может взять и просто освободить, но Он вместо этого говорит, есть другой способ. Научись обращаться ко Христу. Научись смотреть на Него, получать от Него каждый раз поддержку. Не просто освободить от греха, взять этих всех змей, выкинуть из пустыни, чтобы ни одной из них не было. Змеи остаются. Кстати, очень интересно, что даже там, вот в истории израильского народа, когда змеи ползали, жалили, и когда уже шест этот стоял, манна продолжала падать. Евреи говорили, вот это негодная пища, она нам надоела, мы не хотим бы больше этой пищи, а манна продолжала падать. Бог проявляет свою милость и продлевает свою милость, даже когда мы ропщим, когда мы уже устали от этой жизни, когда мы не знаем, как справиться с какими-то обстоятельствами жизни. Господь продолжает давать свою милость. Пользуйтесь только этой милостью. Используйте все то, что Господь дает. И Он дает больше. Он дает теперь нам Иисуса Христа, на Которого мы можем смотреть, Который взял на Себя весь грех мира и пригвоздил Его ко Кресту. И поэтому именно, вот как змей, медный змей, отражал вот ту всю ситуацию змеев, которые ползали, и точно так Иисус Христос, висящий на кресте, взял на Себя грех всего мира, должен был принять на Себя весь удар Божьего наказания. И мы получаем освобождение. Получаем освобождение тогда, когда смотрим на Иисуса Христа, смотрим своим духовным взором. Что значит смотреть духовным взором? Это не просто созерцать картинки, как Иисус висит, как Он страдает, как Он мучается под палящим солнцем. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, это означает, что мы проникаемся тем, что Он сделал. Мы понимаем, что Он сделал. Мы обращаемся к Нему для того, чтобы получить от Него силу, потому что только Он, висящий на кресте, может дать нам эту силу и избавить от греха. И никаких других методов не существует, и ничем другим мы не можем заменить взгляд на нашего Господа и Спасителя, висящего на кресте. Именно поэтому для нас так важны вот эти моменты, когда хотя бы один раз в месяц мы собираемся вокруг стола Господня и смотрим на хлеб, на чаши. И эти знаки указывают нам на тело и на кровь нашего Господа Иисуса Христа. На крест они указывают фактически. Они указывают на то, что сделал наш Господь Иисус Христос. И поэтому мы получаем силу, и мы можем снова освобождаться от всех тех укусов змеиных, которые жалят нас на протяжении всей нашей, даже христианской жизни. Мы получаем поддержку. Конечно, было бы хорошо, чтобы не было этих змей в нашей христианской жизни, чтобы никакой грех не прикасался. Но часто бывает, что он прикасается. И прикасается иногда очень тонким, змеиным способом. И для того, чтобы избавиться, только один способ есть – обратиться нашему Спасителю. И вечеря Господня – это тот момент, когда мы обращаемся, когда мы сосредотачиваем весь свой духовный взор на нашем Господе и Спасителе, когда мы начинаем осознавать всем сердцем своим, что сделал Господь для нас. И как Он продолжает миловать нас и посылает манну, которая по-прежнему падает каждый день. Благодать Его продлевается каждый день. И Он дает нам возможность смотреть на Него. Есть одна важная особенность. Тогда, когда змей, этот медный змей, был вознесен в пустыне для израильского народа, это означало, что люди, которые там жили, не должны были уходить далеко от стана. Как только они уходили далеко, теряли из вида этого медного змея, они рисковали. Более того, может сказать, что они погибали. Змеи было предостаточно в пустыне. И змеи жалили их, но уже не было средства избавления. Они не видели Иисуса Христа, не видели этого медного змея. Сегодня мы точно в таком положении. Мы иногда можем уйти далеко и потерять из вида Иисуса Христа. Если мы находимся вместе, когда мы находимся в церкви, мы смотрим на Иисуса, мы встречаемся с Ним, мы даем возможность своим сердцам приблизиться к нашему Господу. Как только мы начинаем уходить и оказываемся в одиночестве в этой пустыне мира, то мы можем потерять Иисуса Христа. Кажется, что ничего страшного не произошло. отошел немножко дальше. Но в этом большая опасность. Поэтому для нас так дороги и так ценные те собрания, которые связаны с воспоминанием страданий нашего Господа Иисуса Христа, с преломлением хлеба, с участием Вечери Господней, для того, чтобы обновить осознание нашей и греховности, и Божьей милости. И дал бы Господь, чтобы сегодняшнее наше участие в Вечере Святой помогло каждому из нас взглянуть на Иисуса Христа, висящего на кресте, получить от Него избавление от всех наших прогрешений, от всего того, что было сделано, и получить силу для того, чтобы идти дальше по этой пустыне, зная, что время уже близко, уже недолго осталось идти. И пусть Господь поможет нам во всем. Аминь. Помолимся нашему Спасителю. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.